в начале 20 века положение российской империи было сложным с одной стороны из-за поражения в русско-японской войне был нанесен значительный ущерб международному авторитету страны с другой стороны внутри страны усиливалась оппозиция царской власти резко выросло количество политических партий и движений к этим двум обстоятельствам добавлялось также то что у царской россии 19 веке присоединившие огромные территории сибири дальнего востока казахстана и средней азии до сих пор не было четкого механизма управления колониями в итоге вся царская политика в начале 20 века стала непостоянной ее характер и направление стали часто зависеть от царских фаворитов многие из которых просто ничего не смыслили политики по всей империи в том числе и в казахстане постепенно стала нарастать недовольство народных масс вступление российской империи в первую мировую войну которой она никак не могла быть конкретно подготовлена еще более ухудшило положение в русском армии уже на начальном этапе войны стало погибать огромное количество солдатов восполнить эти людские потери в русской армии пытались набором новых солдат причем солдаты целенаправленно набирали в основном только представителей славянских народов население колоний в том числе и казахи царизм рассматривал как людей второго сорта и не доверяла им оружие в итоге у русской армии вскоре не стало хватать даже простой рабочей силы для ведения тыловых работ и царское правительство решает набрать ее из населения колонии 25 июня 1916 года был опубликован царский указ о реквизиции на тыловые работы и на родческого мужского населения казахстана центральной азии и частично сибири возрасте от 19 до 43 лет всего должно было быть реквизировано для работ по обустройству оборонительных сражений в районе действующей армии 480 тысяч человек из них больше половины планировалось набрать именно в казахстане согласно царскому указу эти тыловики должны были заменить русских на тыловых работах в казахстане отношение к указу царя было неоднозначным часть казахской верхушки вот на в основном это были чиновники поддержали царский указ и стали его главными проводниками в жизни лидеры либеральной интеллигенции во главе с алиханом буки хановым ахметом байтурсыновым миржаки пандулатовым поддержали мобилизацию сил и ресурсов на войну с германией но советовали царской администрации не торопиться и сначала провести подготовительные мероприятия радикально настроенные казахские вожди резко выступали против царского указа и призывали народ к вооруженному сопротивлению в начале июля 1916 года почти во всех регионах казахстана начались народные волнения первый удар приняли на себя чиновники царской администрации составлявшие списки на тыловые работы казахские историки отмечают два крупных очага восстания однако такая точка зрения на мой взгляд ошибочно эта версия что в 1916 году было только два крупных восстания в житцу и тургая а все остальные выступления были мелкими и незначительными была навязана нам еще в советское время советская власть хотела принизить казахских героев которые в то нелегкое время смогли сплотить вокруг себя народные массы и с оружием в руках выступить на защиту своих интересов советские историки пытались уничтожить даже память о них но слава всевышнему это им не удалось в народной памяти сохранились светлые имена казахских батыров сумевших в 1916 году оказать самое яростное сопротивление российской империи которая пыталась официально унизить целый казахский народ сопротивление по всему казахстану было настолько ожесточенным что царизму впервые в русской истории пришлось использовать для подавления восстания самые мощные военные силы никто и никогда до казахов 1916 году не оказывал такого сопротивления царской власти и мы должны об этом помнить как не должны забывать о том что в 1916 году против царской россии поднялся весь казахский народ вся территория казахстана была охвачена пламени в результате восстания царскому правительству удалось к февралю 1917 года отправить на тыловые работы лишь 123 тысячи человек благодаря героизму казахских повстанцев удалось таким образом спасти более 300 тысяч человек и в память этих событий я начинаю серию видеороликов под названием 1916 год в ходе этих роликов я постараюсь показать вам уважаемые зрители что в 1916 году против царского режима поднялся весь народ во главе которого встали такие прославленные личности имена которых сейчас к сожалению забыты кроме того мы должны знать что восстание 1916 года не был просто восстанием против набора на тыловые работы эти восстания преследовали более благородные цели они пытались остановить массовое переселение крестьян из россии прекратить захват казахских земель добиться самоуправления то есть восстание 1916 года следует рассматривать как национально освободительное движение а у нас в книгах и учебников по истории почему-то отказываются это делать но мы не должны позволить этого ибо народ который забудет свою историю обречен стать частью чужой истории следите за моим каналом смотрите мои ролики ставьте лайки пишите комментарии распространяйте мои ролики среди своих друзей родных и знакомых ведь нашей истории можно и нужно гордиться следите за каналом скоро вашему вниманию я предоставлю первый видеоролик из цикла 1916 год